Сталин. Вся правда о великом властолюбце. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. После выхода моего ролика с аналогичным названием, кроме многочисленных обвинений во лжи, было гораздо больше комментариев с поддержкой и одобрением моего ролика. Также были просьбы не останавливаться и продолжать освещать жизнь Иосифа Сталина, продолжать рассказывать правду о вожде всего советского народа. Огромное вам спасибо. Я продолжу. Да, история и народ таких людей не забывают. В этом Черчилль прав. Что, впрочем, не помешало всевозможным шавкам от политики, истории и журналистики поливать Сталина грязью. И чем подлее и мельче такая шавка, тем больше грязи у нее для Сталина. Возьмем, к примеру, утверждение этих шавок о том, что Сталин якобы патологически стремился к власти. Обычным людям недоступны архивы, но ведь историкам прекрасно известно, что до 1927 года Сталин трижды просил у Центрального комитета освобождения от должности генерального секретаря. На пленуме ЦК после 15-го съезда ВКПБ, не сумев добиться от членов ЦК своего освобождения, он стал просить их хотя бы упразднить его должность генсека и сделать его обычным секретарем, таким же, как и остальные четыре. Пленум и в этом ему отказал. Но сколько же нужно иметь совести, чтобы после этого утверждать о каком-то властолюбии Сталина? Он работал вождем СССР и партии не потому, что любил власть, а потому, что именно в этом качестве он был нужен народу и коммунистам, а народ и партия другого такого не видели. А теперь давайте вернемся в Россию 20-х годов, в то самое время, когда Троцкий, выдающаяся личность сам по себе, но пигмей в сравнении со Сталином, размечтался сделать Сталина исполнителем своих решений. Давайте вернемся к вопросу, как получилось, что Сталин до 1941 года, не имевший никакой государственной должности в СССР и который не был ни президентом, ни премьер-министром, ни даже спикером Думы, тем не менее и считался, и был реальным вождем СССР. Да это был человек выдающихся ума и работоспособности. Но разве сегодня в России нет умных и трудолюбивых людей? И разве вы их видите сегодня у власти? Вспомним, что, подобрав власть в России, коммунисты столкнулись с проблемой. Своих государственных служащих у них еще не было, а царский государственный аппарат предавал коммунистов и саботировал их решения. И тогда коммунисты вынуждены были сделать то единственное, что им оставалось. Они поставили государственный аппарат России под контроль партийных организаций. Пришло время вкратце напомнить, как была организована партия коммунистов. По своему уставу партии все коммунисты каждых три года избирали делегатов очередного съезда партии. Эти делегаты, собравшись вместе, составляли высший руководящий орган партии. Только они могли принимать или изменять свою программу, принять или изменить устав. Они могли принять любое решение, которое уже никто, кроме следующего съезда, не мог отменить. Но съезд собирался всего один раз в три года. И для текущего управления партийными делами в этот период съезд избирал Центральный комитет партии. Примерно 70 человек, тех, кого он считал наиболее выдающимися деятелями. Но и эти 70 человек не работали постоянно в Москве, а собирались на свои пленумы несколько раз в год. А для каждодневного управления партией уже ЦК, то есть эти 70 человек, избирали пять секретарей партии, из которых одного делали генеральным. Вот эти секретари и вели каждодневную работу по организации коммунистов и по управлению партией. В этой структуре партии коммунистов СССР нет ничего необычного. Так организовывались и организуются сегодня любые политические партии. Но тогда возникает вопрос, как же коммунисты на местах контролировали работу государственного аппарата СССР? Ведь сегодня партий много, но ни одна, включая и правящую, не контролирует ни одного чиновника России. Вот в Думе и среди губернаторов достаточно широко представлена партия Жириновского. Давайте мысленно вообразим, что секретарь какого-либо областного комитета этой партии решит проконтролировать работу чиновников местного отделения милиции, ну или пенсионного фонда. Что будет? Правильно, чиновники пошлют такого контролера по всем известным в русском языке адресам. Причем пошлют, скорее всего, вместе с Жириновским. И то же будет с функционерами любых нынешних партий. Но тогда почему в СССР все слушались и исполняли приказы местных партийных руководителей коммунистов? А все дело в том, что Центральный комитет партии коммунистов избирал еще один орган – Политическое бюро. В него входило примерно 10 человек, наиболее выдающихся вождей коммунистов. При этом сами члены Политбюро могли работать в стране кем угодно. В Политбюро мог входить секретарь ЦК партии, а мог и не входить. И многие секретари ЦК никогда не были членами Политбюро. Мог входить министр обороны, а мог и не входить. Мог входить секретарь обкома, мог входить министр железнодорожного транспорта или министр торговли. Все зависело от ума и моральных качеств данного человека. И только два человека, занимавших в стране только две должности, членами Политбюро были всегда и обязательно. Это председатель Верховного Совета Высшего Законодательного Органа Советской Власти и председатель Совета Министров, ну или председатель Совета Народных Комиссаров, правительства СССР, высшего исполнительного органа советской власти. Напомню, что глава правительства СССР председательствовал на заседаниях Политбюро. А именно то, что оба высших руководителя советской власти, конституционной власти, входили в состав совершенно неконституционного партийного органа и обеспечивало, что все чиновники государственного аппарата СССР принимали контроль функционеров-коммунистов и подчинялись их распоряжениям. Тот из чиновников, кто отказался бы это сделать, был бы смещен с должности главами советской власти. И этим осуществлялся неконституционный контроль партии над органами государственной власти. Политбюро было коллегиальным органом. Решение оно принимало большинством голосов. И не обязательно, чтобы с этим решением был согласен глава СССР или генеральный секретарь партии. Например, в 1928 году была вскрыта крупная группа вредителей-инженеров на шахтах Донбасса. В суду были представлены 53 человека. Суд оправдал 4-х, 11 приговорил к расстрелу. Но шестерых из них сам же и помиловал. Дело оставшихся пятерых приговоренных рассматривало Политбюро. И Сталин предложил и их помиловать. Но его решение не было принято. Член Политбюро Бухарин убедил остальных членов Политбюро этих пятерых инженеров расстрелять. Но ввиду коллегиальности принимаемых решений, тот член Политбюро, чьи решения будут приниматься чаще других, становился неформальным лидером Политбюро. А поскольку Политбюро принимал решения и по стране, и по партии, то он становился вождем народа и коммунистов, вне зависимости от того, какую он занимает должность. Троцкий полагал, что именно его решения Политбюро будет одобрять чаще всего. Но он переоценил себя. С годами ум и работоспособность Сталина дали себя знать. Его решение Политбюро одобряло чаще всего. И именно Сталин стал и вождем партии, и вождем страны, сам того не желая. И вот тут нужно вернуться к вопросу, почему ЦК, этот высший эшелон власти СССР, не хотел отпускать Сталина на вторые роли. Почему функционеры коммунистов хотели видеть вождем именно его? Причина здесь достаточно проста. Когда членам любой организации от поражения этой организации лично, повторяю, лично, ничего не грозит, то такая организация очень часто избирает во главу дурака. При дураке легче жить. Он ничего не понимает. Поэтому принимает решения, выгодные тому, кто дураку эти решения подсовывает. При дураке можно разворовать организацию, приватизировать ее, продать или предать. Но если с гибелью организации гибнут и ее члены, если поражение организации ведет к смерти каждого, то положение меняется. Тут, как замечает русская поговорка, не до жиру быть бы живу. До победы во Второй мировой войне СССР был в блокаде и в окружении капиталистических стран, которые тратили огромные силы и средства, чтобы уничтожить в СССР коммунистов. Кроме того, неразумная внутренняя политика коммунистов могла вызвать восстание народа, которое также могло смести их. Тогдашние коммунисты не были сюсюкающими балаболками, у которых лимит на революцию исчерпан. Они при необходимости врагов коммунизма уничтожали беспощадно. И им от врагов коммунизма, кроме смерти, ожидать было нечего. Рядовых коммунистов враги еще могли пожалеть, но партийных функционеров, то есть секретарей парткомов, обкомов, членов ЦК и прочих, они уничтожили бы без каких-либо колебаний. И вот в таких условиях любая организация старается выдвинуть в вожди самого сильного, самого умного из всех. Вот потому-то Сталину и не давали уйти на вторые роли, члены ЦК. Даже ненавидя Сталина, не видели никого, кто бы был сильнее и умнее его. В тех довоенных условиях организация страны, при которой вся власть принадлежала совершенно неконституционному органу Политбюро, была благом и спасением для Советского Союза. И даже не потому, что во главе был Сталин. Это просто усиливало крепость СССР. А потому, что в целом власть в стране принадлежала коммунистам. Людям, которые в те годы за пренебрежением интересами народа и государства отвечали головой в полном смысле этого слова. Но это благо для всего народа СССР в целом одновременно было трагедией для партии коммунистов и для коммунизма. Поскольку было смертью для них. Да, я не оговорился. Государственная власть партии с великой целью является смертью и партии, как политической силы, и цели. Это надо пояснить. Кто такой коммунист? Это человек, который бескорыстно служит своей великой цели построению коммунизма. А власть дает возможность праведно и неправедно получать различные материальные блага. Следовательно, как только коммунисты стали властью, в партию коммунистов немедленно стали пролазить и просто алчные люди за праведными благами, и мерзавцы за праведными и неправедными. И поскольку эти мерзавцы клялись и божились, что они записываются в партию, чтобы строить коммунизм, то поставить перед ними препятствия оказалось практически невозможным. Во что превращается их партия, коммунисты увидели сразу. К примеру, уже в 1921 году на плену МИЦК видный коммунист Красин выразил это в числах. Источником всех бед и неприятностей, которые мы испытываем в настоящее время, является то, что коммунистическая партия на 10% состоит из убежденных идеалистов, готовых умереть за идею, и на 90% из бессовестных приспособленцев, вступивших в нее, чтобы получить должность. А Владимир Ильич Ленин в своей известной в то время работе «Детская болезнь ливизны в коммунизме» писал, «Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремится примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать». Ленин был чистым фанатиком марксизма, которому ничего, кроме победы пролетариата, победы его ленинских идей, не было нужно. Ленин был абсолютно безразличен к еде, одежде и к развлечениям. Его вообще-то хорошо характеризует вот такая записка. 23 мая 1918 года. Управляющему делами Совета народных комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Брювевичу. «Ввиду невыполнения вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалования с 1 марта 1918 года с 500 рублей до 800 в месяц. И ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного вами самолично по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета народных комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю вам строгий выговор». Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов. Сталин был похож на Ленина, но его фанатизм распространялся не на Маркса, а на конкретный советский народ. Сталин фанатически служил ему. Он не был аскетом, но ему просто ничего лишнего не было нужно. Очень долгое время он с семьей жил чрезвычайно скромно, и жене его не всегда хватало денег даже на такую жизнь. У них не было поваров. Когда после смерти жены Сталину готовила обед домработица, то обед состоял из щей на первое, каши с отварным мясом из щей на второе и компота на десерт. Либо ему обед приносили из столовой полка, охранявшего Кремль. Из сохранившейся переписки того времени видно, с какой радостью дети Сталина воспринимали посылки с фруктами, которые отец им высылал, когда отдыхал и лечился на Кавказе. Энри Барбюс так описывает житье и быт Сталина в начале тридцатых годов. Тут в Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, у подножия одного из этих дворцов стоит маленький трехэтажный домик. Домик этот, вы не заметили бы его, если бы вам его не показали. Был раньше служебным помещением при дворце. В нем жил какой-нибудь царский слуга. Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель. На ней висит фуражка. Три комнаты и столовая обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице. По становлению Совета народных комиссаров от 1 декабря 1917 года Ленин определил, что для наркомов квартиры допускаются не свыше одна комната на одного члена семьи. Столовая имеет овальную форму. Сюда подается обед из кремлевской кухни или домашней, приготовленной кухаркой. В капиталистической стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий. Тут же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой. Ему стерют на диване. Младший в крохотной комнатке вроде ниши. Покончив с едой, человек курит трубку в кресле у окна. Одет он всегда одинаково. Военная форма? Ну, это не совсем так. Скорее, намек на форму. Нечто такое, что еще проще, чем одежда рядового солдата. Наглухо застегнутая куртка и шаровары защитного цвета. Сапоги. Думаешь, припоминаешь. Нет. Вы никогда не видели его одетым по-другому. Только летом он ходит в белом полотняном костюме. В месяц он зарабатывает несколько сот рублей. Скромный максимум партийного работника. Полторы-две тысячи франков на французские деньги. По воспоминаниям начальника его охраны на 1927 год, дача Сталина не имела ни удобств, ни прислуги. Сталин провел постановление о том, что дачи партработников не могут быть больше, чем 3-4 комнаты. Тем не менее, жертвы сталинизма, Рудзутак, Розенгольц, Мажулак, Карахан, Егода и другие к моменту своего ареста успели построить дворцы в 15-20 комнат. И он с семьей приезжал туда на выходные с приготовленными дома бутербродами. Со временем его быт был усовершенствован, что было вызвано скорее необходимостью приема иностранных гостей. Но его безразличие к быту сохранилось. Он не имел практически никаких личных вещей, даже лишней пары обуви или какой-то одежды. Полковник Захаров в 1953 году был начальником отдела управления правительственной охраны и описывал имущество Сталина после его смерти. Спустя почти 50 лет Захаров вспоминал с удивлением. Когда открыл гардероб Сталина, то подумал, что я богаче его. Два френча, шинель, ботинки, две пары валенок, новенькие и подшитые, новенькие ни разу не обуты. Все. При таком вожде и его соратники подбирались соответственно. Особенно тогда, когда он в идейной борьбе с Троцким не имел еще подавляющего преимущества. Прямой противоположностью Сталину в этом вопросе был Троцкий. Этому требовались результаты победы в материальном виде. Если ездить, то в поезде царя. Если жить, то во дворце. Если есть, то только еду личного повара. Если проститутки, то только высшего света. Взял власть, гуляй в сласть. Правда, сам Троцкий называл это скромно, заботой о товарищах. Само собой, что благодаря этой заботе среди товарищей Троцкого и его идейных союзников никогда не переводились мерзавцы. Так вот сравнение. Нет ни единого намека, что Сталин или Молотов или Каганович хоть раз в жизни провели вечер в ресторане. А вот, скажем, сторонник Троцкого Ягода, фактически возглавлявший органы госбезопасности страны, в честь десятилетия своей организации снял в Москве все самые дорогие рестораны. У этого павиана, кстати, при обыске, кроме обилия бархата, была найдена и огромная коллекция, крайне дефицитной тогда во всем мире порнографии. По статье 18.21 тогдашнего уголовного кодекса за ввоз порнографии в страну судом могло быть дано до пяти лет лишения свободы. Это к вопросу, куда он направлял деньги, выделяемые на разведку. Никогда ни Сталин, ни его соратники не лечились и не отдыхали за границей. Но вот будущие жертвы сталинизма предпочитали лечиться только на заграничных курортах. К примеру, Кристинский, о котором мы еще вспомним позже, выехав в 1922 году за границу, расширять воздушные проходы в носу, несколько месяцев провел на немецких курортах и на Рижском взморье, привезя чемоданы, барахла и разом израсходовав всю сумму, планирующуюся на десятки действительно больных революционеров. В том же году за границу съездил Смилга, тоже в будущем жертва сталинизма. Вернувшись, не смог отчитаться о двух тысячах рублях золотом, поэтому написал просто «Не экономил на еде». В этом плане интересна стенограмма судебного заседания по делу так называемого право-троцкистского блока, проходившего со 2 по 12 марта 1938 года, о котором несколько подробнее ниже. Из допросов подсудимых, и на это не обращается никакого внимания, следует, что они, сторонники Троцкого, практически все, включая личных врачей, свои отпуска проводили за границей. Естественно, за государственный счет. Это, кстати, интересный момент, который показывает, как и с помощью чего противники Сталина вербовали себе сторонников. Один из подсудимых, Чернов, работал в наркомате торговли Украины. Летом 1928 года его по служебным делам вызвал находящийся на отдыхе в Крыму, нарком внешней торговли СССР в те годы, соратник Сталина Микоян. Заметьте, нарком СССР отдыхает всего лишь в Крыму. Здесь Чернову посчастливилось встретиться с тогдашним главой СССР – Рыковым. Рыков, который тоже был подсудимым на упомянутом процессе, в перекрестном допросе с Черновым по этой встрече показал. «Я с Черновым виделся и старался убедить его в правильности моей тогдашней контрреволюционной деятельности. Собирался сделать его своим сторонником, но нашел готового сторонника в лице Чернова. Материальный результат вербовки лично для Чернова был практически немедленным. Его тут же переводят на работу в Москву и почти сразу направляют на лечение в Германию за государственный счет и валюту. Заметьте, это сразу после 1927 года, когда в СССР был голод. И единственным источником валюты был экспорт зерна. И тем не менее валюта для Чернова немедленно нашлась. Но ему мало, и он сообщает, «Я позвонил секретарю Рыкова Нестерову о том, что я еду за границу и мне по валютным делам. По вопросу повышения валюты нужно поговорить с Рыковым». Глава СССР нахало, но уже своего сторонника, естественно принимает, дает валюту и задание антисталинистского толка. То есть быть антисталинистом было материально очень выгодно, даже тогда, когда Троцкий был выслан за границу. Но в те годы при Сталине с алчным приспособленцами пытались бороться. В партии регулярно проходили чистки, то есть на открытых партийных собраниях в присутствии беспартийных регулярно обсуждался деловой и моральный облик коммунистов. И если выяснялось, что это приспособленец, пролезший в партию за должность или иными благами, то такого и изгоняли и из партии, и из должности. Однако труднее было с высокопоставленными работниками, оценить деятельность которых обычные люди не способны. А на эти должности мерзавцы стремились со страшной силой. Это очевидно, и думаю, что это и доказывать нет необходимости. Откуда иначе в партии коммунистов в 90-х годах появились все эти Горбачевы, Шеварднадзе, Ельцины, Яковлевы, Коровчуки и прочие Шушкевичи? В Великую Отечественную войну на фронтах и в партизанских отрядах сложил голову практически каждый второй коммунист. Но коммунисты отстояли и дело строительства коммунизма, и Советский Союз. И весь мир спасли от нацизма. А в 1991 году 18-миллионное стадо членов КПСС не только дало уничтожить СССР, но даже не отстояло ту собственность, которая создавалась на их же членские взносы. Почему? Нет другого ответа. Потому что к 1991 году в КПСС не было уже не только 10, но и 1% коммунистов. А все маломальские руководящие должности в партии и стране занимали либо безвольные приспособленцы, либо отпетые негодяи. Вот что значит для партии нахождение у власти. Но такая ситуация была и смертью коммунизма, поскольку была тупиковой для него. При коммунизме власть принадлежит всем гражданам в равной мере, и коммунизм принципиально невозможен, если власть принадлежит партии. То есть части этих граждан, пусть даже эта часть и является коммунистической. И вот это надо ясно себе понимать. Коммунист Сталин ни в коей мере не мог признавать удовлетворительную ситуацию, при которой власть в стране принадлежала партии. Он мог только терпеть эту ситуацию до поры до времени. И такая пора настала в середине 30-х годов. Примерно через 20 лет после того, как коммунисты пришли к власти в России. За эти 20 лет коммунисты совершили в России управленческий подвиг, которого в истории мира никогда не было. Они нищую аграрную Россию, в которой 85% населения едва кормило себя в деревне, разрушенную в ходе Первой мировой войны и длящейся до конца 1920 года гражданской войны, отстроили и вывели по экономическому благосостоянию на второе после США место в мире. Если в Царской России, в которой вместе с Польшей и Финляндией проживали 9% от мирового населения, производилось всего 4% мировой промышленной продукции. То есть, если считать на душу населения, в два раза меньше даже среднемирового уровня. То уже в 1937 году СССР, имея без Польши и Финляндии всего 8% населения от мирового, производил 13,7% мировой промышленной продукции. Если в 1938 году в соседней буржуазной Польше на душу населения в перерасчете на золото из бюджета приходилось всего 12 грамм, то из бюджета СССР на каждого советского гражданина приходилось трат на стоимость 564 грамма золота. Причем СССР был совершенно явно выраженным государством трудящихся. В нем не было никаких паразитов, грабящих трудового человека на законных основаниях. Почему? Да потому что не было таких законов. К примеру, в 1940 году при средней зарплате по стране 339 рублей, нарком, министр внутренних дел СССР Лаврентий Палыч Берия получал всего в 10 раз больше – 3500 рублей. Но просто хороший рабочий на металлургическом заводе зарабатывал 1500 рублей, а передовой рабочий стахановец зарабатывал до 10 тысяч рублей. И скрыть это от трудящихся всего мира было нельзя. И эти трудящиеся рвались в СССР. Такие вот примеры. 1 сентября 1939 года началась война между Польшей и Германией. На третий день польская армия начала удирать от немцев. К 16 сентября из Польши удрало польское правительство. Никто не ожидал такой развязки. Советский Союз 17 сентября стал срочно вводить на территорию бывшей Польши войска, прикрывая ими местное белорусское и украинское население, до этого являвшиеся гражданами Польши. Советский Союз, не имея еще на этих территориях никаких органов власти, запросил местное население, не хочет ли оно присоединиться к СССР. В три недели это население организовало тайное голосование, на котором пришло 94,8% избирателей, из которых всего 9,2% проголосовало против объединения, а 90,8% за него. Сравним. Начиная с конца прошлого века, все средства массовой информации убеждали поляков в необходимости объединения с Европой. В 2002 году на голосование по этому вопросу пришло чуть более 70% населения, а за объединение с Европой проголосовало 60% из них. А уже через два года на выбору депутатов Европарламента пришло 20% польских граждан. А тогда, повторяю, 95% из них пришло на голосование, и 91% проголосовал за объединение с СССР. Тогда все трудящиеся стремились в Советский Союз. Сегодня венгерские историки о тех годах пишут. Около 20 тысяч жителей венгерского Закарпатия перешли границу и осели в СССР. Те же, кто не решался на такой смелый шаг, но верили, что жизнь при советском строе лучше, собирались большими группами в отдельных местах Закарпатия и ждали прихода русских солдат. В надежде на то, что в Закарпатие пришла и часть населения Северной Трансильвании. Кроме того, в посольство СССР в Будапеште поступило большое количество заявлений от подданных Венгрии с просьбой принять их в советское гражданство. Такое положение доказывало, что коммунисты правы, что коммунизм – это то, что необходимо всем трудящимся, и естественно, что коммунист Сталин не мог терпеть ситуацию, при которой само строительство коммунизма заведено в тупик с существованием власти в СССР партии коммунистов. Партию коммунистов в СССР от власти следовало освободить. И Сталин начал сначала. С основного закона СССР. В 1936 году Верховный Совет СССР принимает новую Конституцию СССР, которая в те годы имела неофициальное название «Сталинской». И эта Конституция расчищала народу дорогу к коммунизму. Ну, давайте прервемся на Сталинской Конституции и 1936 годе. У нас впереди год 1937. Тут придется со всем вниманием разбираться с тем, кто, кого и за какие заслуги. А иначе нельзя. Иначе не получится заткнуть рты вопящим, репрессированным и безвинно осужденным. Среди осужденных, к сожалению, нужно признать были и невинные. Но об этом в следующем обзоре этой темы. До свидания. Мир вашему дому, покоя вашей душе. И до встречи на моем канале.